привет всем привет всем ребятам вас приветствует канал лига music wars сегодня у нас бесплатная раздача спасибо вам ребята всем за лайки конечно собирали долго видимо не всем нужен бот ну кому нужен соответственно все ждут в описании ребята стоит две ссылки одна ссылка на скачивание самой программы то есть там заходите 30 секундное ожидание то есть и скачиваете вторая ссылка будет на скачивание большого архива он вешает 3 и 5 гигабайта я разместил его на внешнем диске чтобы до него добраться там надо раз гадать маленькую капчу то есть разгадываете заходите скачиваете после скачивания у вас появляются два файла то есть появляется вот такой файлик первая программа и скачивается вот такой файлик вот он видите 3 гига после чего начинаем установку я обычно делаю так просто открываю двойным щелчком архив вытаскиваю на рабочий стол сворачиваем и пошли устанавливаем это все по умолчанию можно оставить 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 если у кого-то будет дополнительные окна выдавать то есть с фразой установить то есть устанавливаете это дополнительные драйвера и дополнительные службы для работы они автоматически прописываются в систему то есть они ничему не мешают все галочку можно убрать так теперь вот видите теперь у него появился ярлычок все и по нему щелкаем двойным щелчком отлично вот теперь он предлагает ну давайте выберем 7 2 допустим имя гостевой узел 132 ром так и обязательно выберите куда вы будете его сохранять ну допустим на диске д сейчас создадим папочку назовем ее вин 72 заходим в нее путь копируем программы ходе и суда это удаляем и сюда вставить все вроде сгенерировать новую mac адреса все начинаем импорт ну это процесс не сильно конечно страшно но разархивирование получается эти три гигабайта превращаются в 25 при разархивировании поэтому желательно чтобы место было на компьютере не меньше пятидесяти гига свободного давайте на паузу поставлю ну осталось несколько секунд давай надпись 99 процентов конца установки радует только первых два часа видимо что-то большое вытаскивает так смотрите у меня здесь много виртуальных машин я тут много что тестирую вот значит теперь выбираем саму виртуальную машину в настройке каждый может настраивать сам под себя смотреть внимательно использую полтора гигабайта оперативной памяти для работы можете поставить меньше если у вас 4 гигабайта то можно поставить один допустим для работы вот должно хватить хотя бы одну машину нормально запустится дальше я использую 3d ускорение и 2d ускорения то есть на карту ставлю 180 мегабайт можно поставить и 120 то есть если у вас машина более слабенькая тоже вполне более-менее приемлемо хватит все остальное менять не надо то есть она автоматически подключаются к вашей сетевой карты к вашему интернету то есть чтобы не было проблем все и любимая кнопка запустить все это мы сворачиваем тоже сворачиваем все запускается виртуал бокс наш в общем запускается компьютер внутри компьютера простая программка небольшая которая эмулирует персональный компьютер на вашем рабочем столе знаете что первый год которые делали работал только с физической мыши и там прямо видео ребят в 14 15 они в пятнадцатом году в шестнадцатом году прямо говорит что если вы будете использовать год вы не сможете компьютером пользоваться то есть и тогда они говорили вот о виртуальных машинах что на них возможна установка я конечно не все виртуальные машины смотрел есть вероятность что можно к боту запуститься встроенным браузером не знаю кому интересно можете по заморачиваться и посмотреть виртуальных машин действительно много отлично по умолчанию виртуальная машина сама загружается то есть и у нее в автостарте сразу стоит chrome то есть он автоматически открывает предустановленной странице и начинает их потихоньку грузить как всегда интернет у меня просто супер последнее время что-то провалив рос телекомовский меня очень сильно бесит ну наконец-то загрузилась все так пока внутри игры не заходим все теперь запускаем самого ботом это самые первые начальные настройки для каждого они индивидуальные то есть я тут не настаиваю ни на чем и и и и и и опустилась а давайте пройдемся по настройкам то есть здесь так как дыма режим всем дыма режим не логиниться мою вру этот это разное у нас по почте вход будет я буду использовать так бои на территории здесь для каждых свои собственные npc это красный голубыми или голубыми полосками зависит от того качать будете советую суда вбить статы вашего персонажа который будет на этой виртуальной машине играть боту будет легче определять кого можно бить и кого нет он не будет сильно подтупливать формулист по блокноту сами это вы почитаете вот кстати не могу заставить его чтобы он лицензии брал из рюкзака не валяется в дом режиме видимо это невозможно так прокачку на скиллы задания так ну смехи ладно ребята все это вы сами уже разберетесь все дальше вы его сохраняете и закрываете все больше он не нужен дальше мы что происходит мы получается регистрируемся вот здесь получается когда сам браузер загружается все ничего не надо оставляете допустим задание вот выполнить три задания на территории первое задание в общем для работы а дальше заходим и просто запускаем вот эту вещь все закрываем его и ждем первого запуска проверяем как он будет работать запуск идет с периодичностью 8 минут поэтому неизвестно то есть либо будет через 2 либо через 3 минуты поэтому я наверно остановлю и запущу когда он уже сам начнет работать ну все вот появляется черное окошечко внизу действует значит пошел первый запуск все загружается сессия основная все получается скрипты сами автоматически проходят все сворачивают и начинает он работать и начинает он работать большое такое прям огромное примечание вы хотите чтобы вот нормально работал ребята надо обязательно чтобы размер экрана вот этого верхнего вот этого верхнего где сама игра находится был до чата вниз если он будет меньше то есть вот этот бегунок справа будет очень большой то он не сможет играть он не сможет на территории проводить бои и сможет ходить по стрелкам в дрожи земли и так далее ну да это же первый раз после перезагрузки бот играет всего один раз в мюзик бокс если кому то интересно могу также файлик отдельно отдать на то чтобы он игрался допустим один раз 15 минут но тут такая интересная вещь будет он то есть вам будет собирать бои будет собирать энергию но все остальное он не будет играть просто не будет времени у него хватать на это все то есть тут надо выбирать либо одно либо второе потому что допустим сам вот эту игру он играет в течение там 3-4 минут после нее он ничего уже не успевает взять там посмотреть неинтересно нам все на паузу ну вот он доиграл у нас все взял свою энергию ты хорошо собрал молодец вот вообще классно собирает конечно и и надо попробовать посмотреть если кто-нибудь будет использовать для капчи интересно он в демо режиме капчи пытается проверить или не пытается сейчас время бота должно закончиться я так предполагаю и должен происходить процесс перезагрузки ну-ка ну да пять четыре три два один все закрывается бот закрывается браузер сейчас происходит перезагрузка то есть очень интересная вещь именно с самим скриптом если какую-то ошибку вызывает у вас в игре допустим бот не может найти сам браузер или происходит какое-то обновление или еще что то то это как раз вот не варьируется вот этим вот именно перезагрузкой самого браузера после кстати первой перезагрузки то есть когда запускается скрипт бота он хром переводит в полноэкранный режим это позволяет запускать его на более малом разрешении видите снизу чат появился раньше совсем его не было видно а сейчас видно его стало то есть полоски просто уходят это я тестировал специально на ноутбуках ноутбуках с диагональю 15-6 то есть стандартная обычно на диагонали для работы он не нормально работает поэтому пришлось включить эту функцию для полноэкранного режима чтобы было вижу запуск пошел окно надо активировать один раз все больше он у вас спрашивать не будет можно теперь за ним не следить то есть сворачиваете все он будет работать по тому скрипту которую вы настроили в настройках самого бота в самом начале спасибо ребят всем за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки качайте бота про пользовать это только это eller